Помятые капоты, крыша, выбитое лобовое стекло. Сразу несколько автомобилей пострадали от схода снега с кровли жилого дома номер 17 на улице Энтузиастов. На месте происшествия побывала наш корреспондент Татьяна Бойко. ЧП произошло по улице Энтузиастов 17. Сегодня рано утром на припаркованной у дома авто с крыши рухнул снег. Где-то в 6.20 утра, это сильный гул, и получается сошел снег, выглянул в окно, смотрю, моя машина и соседские тоже все пострадали. Снег серьезно повредил сразу несколько автомобилей. Больше всего досталось Тойоте. Снежный ком упал прямо на крышу иномарки. Тут же выбило и лобовое стекло, погнулись даже стойки автомобиля. Сумму ущерба еще предстоит подсчитать. Пострадавшие намерены обратиться в страховую компанию или суд, чтобы найти виновных и возместить убыток. Хотя из себя ответственности тоже не снимают. В зимний период машины ставить негде, чтобы подогрев хотя бы включать. Также отсутствует на крышах домов снегового ловителя. Если бы они стояли, такого бы не произошло. Здесь магазин находится. С этой стороны здание не чистили, ни разу я не видел его. Здесь также магазин, люди ходят. Если бы в такой будний день, так бы могло бы и людей немного присыпать. Обслуживает дом управляющая компания ЖЭК-1. По словам ее директора Михаила Никитина, очистки кровель, жилищно-энергетическая компания уделяет особое внимание. А зная о предстоящей оттепели, заранее предупредили жильцов обслуживаемых домов, что возможен сход снега с крыш и надеялись на сознательность жильцов. Я не считаю, что управляющая компания в данной ситуации виновата. Потому что мы предприняли все меры для того, чтобы а. снега на крыше было минимальное количество, б. предупредили жителей о том, что это возможно, примите меры и уберите автотранспорт. На место происшествия выезжали и сотрудники полиции. Проводится проверка. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут останавливаться все обстоятельства произошедшего. Подготовлен запрос в адрес управляющей компании по проведению работ по очистке прилегающей территории и крыш. Также будет проведена судебно-товроведческая экспертиза с целью установления суммы причиненного ущерба. По результатам будет принято законное решение. Между тем, в свете последних событий, управляющая компания отмечает, что не всегда есть возможность подобраться к кровлям. Очень часто специальная техника не может подъехать вплотную к дому. Мешают припаркованные авто. Поэтому очистить снег, как положено, получается не всегда. Тоже уже анализируя эту ситуацию, мы понимаем, что вот эти дома по энтузиастам, которые мы обслуживаем, и соседние дома в том числе, к большому сожалению, когда их строили, скатная кровля не оборудована системой снегозадержания. То есть на тех домах, где эта система стоит, тут ситуация, естественно, получше. Работа по очистке кровель сейчас не останавливается. Тем не менее, представители управляющих компаний напоминают горожанам об осторожности и пока повременить с парковкой автомобилей вплотную к дому. Татьяна Бойко, Сергей Шалафан, Новости Муравленко.